День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Зелёная лампа», потому что на Радио Болтком сегодня день добрых дел. Программа – это программа о тех, кому нужна наша помощь и для тех, кто хочет помогать. Ведут её сегодня Ольга Авдевич. Здравствуйте. Я Рита Трошкина. И уже сложилась такая очень хорошая традиция. В предрождественский период в гости к «Зелёной лампе» приходит архиепископ-метрополит Римско-католической церкви Латвии Збигнев Станкевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот мы сегодня включаем «Зелёную лампу», чтобы помочь семье, очень хорошей молодой семье из Салацгривы. Там трое деток, 6 лет 4 года и 2 годика. Детям и все они особенные дети. То есть у каждого из них диагностирован аутизм. То есть насколько это трудно, это даже невозможно себе представить. Очень нужна помощь для того, чтобы они могли пройти специальную терапию в Рижском центре Святой Софии. И подробнее мы чуть-чуть позже об этом расскажем. Нужно на годовой курс всем трём деткам собрать 6 960 евро. Поэтому наш телефон 930-6384 работает всю неделю для этой семьи. Вы знаете, дорогие радиослушатели, обратим ваше внимание. Вот сейчас посмотрели на монитор нашего компьютера. Посмотрите, сегодня какой день. 21, 12, 21 декабря, 21 года, 21 век у нас и 12 часов. И через 2-3 минуты будет 12 часов, 12 минут. И мы очень привлекаем ваше внимание к тому, что перед Рождеством нужно делать добрые дела, нужно думать о хорошем, говорить о хорошем. И сделать звонок по телефону 930-6384. И дай Бог, чтобы всё у всех, кто сейчас с нами, сложилось хорошо. Тем более, что в студии наш гость перед Рождеством. Вот просто очень такой, ну как сказать, прямо вот телевой и тематический. Архиепископ, митрополит Римской католической церкви Латвии Збигнев Станкевич. Скажите, пожалуйста, каким этот год минувший был для вас? Давайте маленькие такие итоги как бы подведём. Ну, этот год, как, собственно, и все остальные, был очень интенсивным. Но эта интенсивность была несколько другого рода, потому что из-за этих всех ограничений ковида у меня было очень ограниченное количество поездок. Был целый год перерыв, никаких поездок не было. Но благодаря этому я приготовил к публикации свою книгу, которую я написал на основе докторской диссертации на итальянском языке. Она была издана в 2008 году в Италии. И я подготовил теперь латышское издание. Уже приближаемся к концу. Уже литературный редактор и научный, они уже отработали всё. Уже теперь последний этап. Мне надо просмотреть только уже последнюю версию. А что это за книга? Расскажите чуть подробнее, как называется. Книга, она называется, тогда буду переводить на русский, «Куда движется Запад». Или под заглавием «Удивительный анализ Бернарда Вельте». Это один мыслитель из Германии, немец. Он был другом Хайдегера, но он умер в 1983 году. Он, кстати, тоже был ректором Фрайбургского университета. Он эксперт в философии религии и по фундаментальному богословию. Но чем он для меня был очень интересным и таким открытием хорошим, что когда я хотел писать лицензиат, ну, это следующая ступень после магистра, мне было ясно, что я хочу писать на тему, где скрывается Бог сегодня. И мой руководитель, у которого я хотел писать, он, кстати, теперь тоже на высокой должности в папской богословской комиссии, ну, в общем-то, эксперт вот такой. Он думал, 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 что какого автора избрать, чтобы эту тему, ну, который над этой темой работал. И потом так вдруг его осенило, говорит, Бернард Бельте. И такая книжечка у него небольшая есть. Свет нуля. Но ноль – это опыт, как бы… Абсолют. Да, но в том смысле, что ноль – это ничто. Опыт – ничто. Как бы человек, вот современный человек, он, Бог, как бы ушёл, Бога нет у него, как Ницше сказал, что Бог умер. И, в общем-то, эти слова у него были пророческими, но не в том смысле, что умер живой Бог, реальный Бог, а умер Бог в голове человека, в нашем обществе он умер. Люди перестали как бы воспринимать, воспринимать как живого, да, отошли от него. В этом смысле он был прав. И, ну, короче говоря, я занялся этим, значит, работал там целый год над этой темой. И потом, в общем-то, я хотел продолжать с этим автором, потому что, работая вот над этим лицензиатом, ко мне уже, можно сказать, пришла или осенила меня, что я хочу работать над темой «Смена эпох». Потому что я видел, что эпохи меняются, чтобы как раз вот на пресечении дорог, что, в общем-то, реальность восприятия мира и, как бы, установки в современном обществе, они, можно сказать, не по дням, а по часам меняются, да. И особенно мы это во время вот ковида тоже видим, что очень многое меняется. И я хотел понять, а что же это такое, чтобы, ну, как бы, понимать, чтобы не быть так, как ты на лодке плывёшь там в какой-то бурной речке и тебя там носит во все стороны. Хочу понимать, куда я плыву и что происходит, да. Что вам удалось понять? Не, ну, просто мне удалось понять благодаря вот анализу как раз Бернарда Вельта и тех мыслителей, которыми он пользовался. А он, кстати, то, что меня очень, как бы, понравилось в нём, что, с одной стороны, он свою докторскую писал о Фамио-Квинском. Он исследовал, как бы, классическую мысль. Но потом он обратился к современным мыслителям и начал, как бы, интегрировать. Он сложил вместе старое с новым. И, как я в своих там уже выводах написал, что он как пчела, которая нектар высасывает из всех цветов и потом делает мёд. Так вот он из, скажем, всех выдающихся мыслителей, как бы, отбирал их идеи и интегрировал вокруг своего послания. А его главная цель, его всё-таки, это рассказать о Боге современному человеку на понятном языке, чтобы он встретил Бога, чтобы он открылся на Царство Божие. Да, это поскольку он был священником тоже. И мне это очень понравилось. И это мне дало ключ тоже для подхода в диалоге с обществом. Ну да, а то, какие там, значит, выводы? Ну, выводы таковы, что в течение последних столетий развивался так называемый технический разум, который пытался подчинить всё окружающий мир. И человек хочет, как бы, всё, современная цивилизация хочет всё контролировать. А то, что не поддаётся контролю, то оно выталкивает, как бы, наружу или выталкивает в подсознание. Что не поддаётся контролю? А Бог не поддаётся контролю. Бога нельзя контролировать, его нельзя подвергнуть научному эксперименту, и поэтому о нём лучше молчать. И это частное дело каждого. И, мол, надо выталкивать его из сознания. И вот это приводит к этой смерти Бога, о которой говорит Ницше. Короче говоря, тогда, когда человек пытается именно вот этим своим технологическим разумом всё покорить, всё контролировать, это приводит к дезинтеграции человека, общества, психические проблемы, депрессии. Значит, всё больше люди нуждаются в помощи психологов там и психиатров. И просто наступает такая дезинтеграция, потому что, как я говорю, человек имеет по библейскому видению человека, он имеет три слоя, такие три измерения главные. Это физическое измерение, это душа или психологическое, можно сказать, измерение, и дух человека, духовное измерение, и каждое измерение имеет свои нужды. И они должны быть удовлетворены, эти нужды. И вот этот человек, эта современная технологическая цивилизация, как бы отставляя на бок, выпихивая на бок духовные нужды, просто человек начинает, дух человека начинает голодать, и начинает, ну просто он, можно сказать, эта целостность разрушается. И вот в этом проблема, что вот эта смена эпох, что мы должны вернуться. И, кстати, об этом в своё время говорил тоже Солженицын. Очень красиво я даже тоже в своей книге, там цитирую его, он в Италии дал одно интервью, где он об этих процессах очень проникновенно говорит, что мы должны вернуться к равновесию. Вот тот вызов. А вернёмся ли мы? Ну, это зависит от нас. Но если не вернёмся, то тогда будут продолжаться вот эти все бури, и будет всё хуже. А если мы вернёмся, если мы начнём возвращаться вот к интегральности, ну то есть надежда, что мы вырулим опять на прямой курс. Вы сказали, что Ваша книга основана на Вашей диссертации, которая была на итальянском языке. А диссертация была посвящена смене эпох. И это был 2008 год. То есть никакой не предвиделся ковид, никакие там... Нет, нет. То есть и тогда Вы уже думали о смене эпох. А сейчас, когда это всё случилось? Тему, поскольку я защитил, значит, первую диссертацию, лицензиат я защитил в 2004 году. И когда я писал, вот, лицензиат, то я уже тогда имел уверенность, что я хочу писать о смене эпох. И когда случилась пандемия, вдруг Вы увидели, что всё это ложится практически в Вашу диссертацию? Это просто подтверждает, да. Это просто подтверждает то, что моя интуиция была правильная. А вот такой вопрос. Когда случилась пандемия, это было настолько неожиданно для основной массы людей, что все подумали, ну, надо перетерпеть, пройдёт, значит, этот год, и всё закончится. Год прошёл. Мы встречали Новый год и надеялись, что вот-вот сейчас это всё закончится. И сейчас начинается следующий Новый год. Вот что Вы посоветуете вообще? Как простому человеку смотреть в это будущее сейчас? Как ходить в следующий год с чем? Нет, я за тем, чтобы возвращаться к нормальности. И я придерживаюсь такого взгляда, что государственные структуры, они, конечно, должны как бы мониторинг определённый делать все ситуации, но главное, чтобы больницы не были переполнены больными, что надо регулировать процесс таким образом, чтобы пропускная способность больниц позволила обслуживать больных, ну, и не только ковидом, но остальными болезнями. А остальное должно было быть на совести как бы каждого, ну, оставить право выбора каждому, потому что социальное учение церкви, оно основывается на некоторых очень таких простых принципах, и один из них — это так называемая субсидиарность или вспомогательность, в том смысле, что вышестоящая структура, она не должна вмешиваться в деятельность, в функционирование нижестоящей структуры, доколе она справляется со своими задачами. Но когда начинают во всех мелочах регулировать, тогда это сковывает инициативу и приводит к такой деградации, я бы сказал, тогда не развивается общество. И поэтому вот тут я понимаю, что ковид, эта пандемия, это было что-то новое, это был шок, и там все страны, они как-то каждый там пытался, спасайся кто может, да. Но все-таки мы два года существуем, как бы живем в условиях вот этих ограничений, все-таки надо как-то все больше возвращаться к нормальности. А вот как вам кажется, возможно ли вернуться к тому, что было, или все-таки будет иначе? Две точки зрения такие есть. Ну, это была бы большая ошибка, если бы мы не сделали никаких выводов. К сожалению, прежние кризисы, ну, скажем, 2008-2009 год, ну, может быть, люди стали осторожнее с кредитами. Вот единственное, то, чему научились, потому что там, как говорится, бросали за тобой кредиты, говорили, берите кредит, мы там вам даем, да. Как люди стали, ну, попались нам, да, научились чему-то. Ну, с этой пандемией, ну, я бы сказал, она показала, что глобализация – это великан на глиняных ногах, потому что маленький невидимый вирус ударил вот в эти глиняные ноги, так как в книге пророка Даниила. Там есть тот великан, которого голова золотая, шея там серебряная, а потом он с мединой и железной, а ноги из глины и из железа. И там камень ударил в эти ноги, и он весь рассыпался. И вот глобализация тоже казалась, ну, вот, мол, будем производить там в Китае, в Юго-Восточной Азии, там за 1 евро. Все, да, продукцию. Оказывается, цепочки прервались, и стратегически важных продуктов, необходимых для вообще, как бы, обеспечения жизнедеятельности в стране, оказывается, нет. И что все-таки какой-то минимум должен быть, который производится на месте. Это, скажем, один такой очень сильный вывод. Потом второй вывод, что роль семьи, многие голоса раздались, что единственным местом, где человек получал поддержку, это была его семья. Это с одной стороны. Потому что, да, об этом пишут много, что психологические проблемы, там, психиатрического толка, проблемы депрессии и тому подобное, что человек создан для того, чтобы, ну, как в Библии написано, нехорошо быть одному человеку, нехорошо быть одному. Он функционирует, он нуждается в семье, но это показало тоже, что семья-то у нас в большом кризисе, потому что сходятся и расходятся, и в брак не вступают вообще, или вступают в брак, а как только при первых трудностях расходятся, ищут следующего, и дети зачастую-то остаются. И это показало тоже, что, да, семья – это ключевой как бы фактор при таком кризисе, но показало тоже слабость семьи, потому что тоже проблемы выходят наружу все. Если у тебя не было нормальных отношений в семье, если ты убегал там в бизнес, на работу, науку и тому подобное, а тут тебе надо сидеть дома, и отношения, они как бы недоработаны, то конфликты вылазят наружу. Ну, короче говоря, ковид, он… Непростое дело. Непростое дело, что Бог умеет писать прямо по кривым линиям. И вот через ковид, допуская как бы его, он нам многое хочет сказать. Но будем ли мы иметь уши открытыми? Вот это вопрос. Вот спасибо вам за эти слова, очень важные. Мы хотим просто напомнить, что сегодня у нас в программе рассказ о семье, как раз о семье. То есть молодая семья, папа, мама, которые очень любят друг друга. И вот в таких тяжелых, в такой ситуации, когда трое детей больны, у всех троих диагностирован аутизм, и все три по-разному проявляются. То есть один, да они даже спят, как мама говорит, спят в разное время. То есть один там засыпает в 10, просыпается в 5, другой засыпает в 12, просыпается в 8 и так далее. И все трое не говорят. Начал недавно говорить только старший мальчик, потому что он прошел один курс реабилитационный в центре Святой Софии в Риге. Вот такая микрополяризация и биоакустическая коррекция. Это воздействие на головной мозг. И он начал говорить, он начал общаться. У него просто сразу проявились очень хорошие реальные результаты. И врачи-неврологи рекомендовали всем трем детям пройти такой курс. За год их надо 4 раза пройти. И поэтому мы просим помощи для этой семьи, самим им не справиться, потому что понимаете, что мама не работает, она постоянно с детьми, бабушек, дедушек нет. И нужно постоянно... Она занята круглые сутки. И ночью, и днем. И при этом она еще нашла возможность закончить курсы помощника в центре аутизма, помощника поведенческого ассистента, чтобы дома своим детям помогать по всем правилам методическим. То есть какая-то героическая мама, совершенно молодая женщина. Годовой курс для всех трех детей стоит 6 960 евро. И поэтому телефон наш 9306384 работает до следующего вторника для помощи этой хорошей, очень чудесной семье. А счет помощи, если кто-то может помочь больше, открыт в благотворительном фонде Be Open. На страничке нашей, на сайте Mixed News есть все реквизиты. А также на Фейсбуке, на страничке Зеленая лампа тоже есть все реквизиты. И мама будет благодарна буквально за каждое евро и благодарна даже за добрые пожелания. Давайте перед Рождеством сделаем вот что-то хорошее. Мы очень всех просим присоединиться. А сейчас у нас небольшой перерыв на рекламу, и мы скоро продолжим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин помощь, чтобы оплатить годовой курс специальной терапии в Режском центре всем трём детям. Спасибо всем за каждый звонок. И напоминаем, что наш гость архиепископ-метрополит Римско-католической церкви Латвии Збигнев Станкевич. Мы продолжаем нашу важную, интересную тему про итоги года. Да, значит, итоги года. Ковид показал тоже важность солидарности, потому что видно, что это стало очевидным, что преодолеть пандемию даже на государственном уровне в одиночку невозможно. Ну, хотя бы разработка вакцин, о которых там очень много спорят, но бесспорно, что всё-таки это средство, которое, ну, каким-то образом притормаживает эту эпидемию и спасает всё-таки человеческие жизни. Я сам тоже переболел, будучи вакцинированным, ну, в так называемой лёгкой форме всё-таки, да, что довольно быстро можно было восстановиться. Что обмен, как бы, и технологиями, и материальными средствами, и достижениями науки в лечении болезней, что очень важно, сотрудничество. Потом на уровне государства тоже, ну, многие предприятия были закрыты, не могли работать, люди не имеют средств для даже пропедания, и государство тут включилось, она давала какие-то компенсации и тому подобное. Мы видим, что это тоже, да. Если в одном месте больница переполнена, в другой ещё нет, то перевозят в другую. Даже между государствами был такого рода обмен, да. Когда эпидемия коснулась одного, государства очень сильно, другие приходили на помощь или даже забирали больных, писали об этом. И теперь вот этот случай тоже, что трое деток и родители не могут справиться, чтобы помочь им развиться, ну, как быть нормальными, нормальными потом людьми, да. И тут нужна помощь со стороны. Поэтому я бы сказал, что это такое, ну, что ли, глаз Божий через ковид и через такого рода ситуации и знамение времён. Это призыв к солидарности. И всё-таки мы видим, что в нашем обществе, что оно не является таким бездушным и бездуховным, да. Всё-таки, всё-таки вот это... Даже если человек, он не верит в Бога, но вот помочь ближнему, помочь тому, кто в несчастье, зачастую он открыт на это. И я бы сказал, это только для меня является подтверждением того, что Дух Божий, Дух Святой дышит, где хочет. И он дышит в этом неверующем, который открыт на добрые дела. Он сам об этом не знает, но он чувствует порыв сердца, не знает автора, не знает, откуда этот порыв. Ну, я ему могу сказать, я знаю, откуда, да. И через это ты как бы сотрудничаешь с благодатью Божией. Если сейчас у кого-то возник такой порыв, то, пожалуйста, вам наш благотворительный телефон. 9-3-0-6-3-8-4, евро 42 цента за звоночек. Скажите, пожалуйста, а как удалось сделать так, что Латвия была едва ли не единственной страной в мире, где не закрылись храмы в пике пандемии? В любом случае, одной, возможно, из очень-очень-очень немногих. В Евросоюзе, по крайней мере, я не знал другой страны, где бы храмы были открыты. Это опять солидарность. И в двояком смысле. Во-первых, солидарность между конфессиями и сотрудничество между конфессиями, потому что основные христианские конфессии были единодушны, что храмы должны быть открыты, потому что во время этой пандемии мы стоим перед неизвестным. Люди как бы растеряны, испуганы, как бы в них беспокойство внутри. И храм как раз и участие в благослужении дает возможность ну как бы утихомириться, как бы поднять взгляд к небесам, к Богу, и как-то увидеть, я бы сказал, немножко такая релятивизация проходит тоже вот этих проблем, с которыми мы сталкиваемся, что это дает умиротворение, спокойствие и больше сил для преодоления вот этих всех стрессов и этих всех вызовов. И это мы терпеливо и многократно объясняли представителям государственных структур, начиная с Министерства юстиции, которые являются нашим как бы партнером, назначенным со стороны государства, который как бы с нами работает. Мы это терпеливо объясняли много раз и потом на разных других тоже уровнях. И если вначале действительно нам хотели наложить полный запрет на участие, публичное участие в богослужениях, то мы все-таки объясняли, что не единым хлебом жив человек и что духовные потребности их нельзя выкинуть в мусорник или сказать, что они второстепенны и что я говорю, что если хлебной магазин открыт, то храм тоже должен быть открыт. Это на том же уровне. Это для желудка и для тела хлеб, а там Слово Божье и таинство и доступ к таинствам это хлеб для духа человеческого, для души человеческой. И это, слава Богу, наши как бы партнеры нашего диалога, они это как бы приняли, это они поняли и они с уважением к этому подошли и поэтому мы договорились так, что ну был определенный компромисс. Мы сказали, ладно, мы призываем остаться дома, но кто не может, тот имеет право прийти и в самое как бы жесткое там время у нас 25 человек могло молиться индивидуально в храме и тоже во время службы мог присутствовать. Так что тут тоже солидарность, во-первых, между конфессиями и единодушием и что интересно, что нас поддержали даже еврейская религиозная община, нас даже деутуры поддержали, потому что они сказали, нам тоже надо собираться, нам тоже надо, пение нельзя запретить, потому что без пения нету службы. В этом смысле с православными вот так. То есть единым фронтом. Единым фронтом, да. И ну просто мы говорим единым голосом, то государство видело, ну да, раз так, то это серьезно. И государство проявило тоже солидарность с нами, да, как бы вслушалось. Ну правда вот в последнее время тут была неожиданность, потому что у нас был диалог, мы говорили, что нет, все-таки невакцинированных нельзя лишать доступа им к богослужению, ну все-таки приняли решение, что только в зеленом режиме можно богослужение проводить. Ну мы написали письмо, я знаю, что вот лютеране тоже написали письмо нашим властям, где мы объясняем опять заново, терпеливо, шаг за шагом, что это не второстепенная нужда, а первостепенная, и нельзя накладывать запрет тоже тем, которые по каким-то причинам не вакцинированы, потому что часть тоже и по медицинским каким-то там, так сказать, соображениям, что врачи им не рекомендуют, что все-таки они тоже должны иметь право участвовать в службе и приступать к таинствам. И надеюсь, что вот в эти дни это будет отменено, этот запрет. Скажите, пожалуйста, вот мы встречаемся перед Рождеством, и вот ваше мнение, почему сейчас в последнее время происходит, христианство сдаёт позиции вот на Западе, ваша книга называется «Куда движется Запад», и в этом году даже само слово «Рождество» не рекомендовано к употреблению, чтобы не оскорбить читать. Это не прошло, потому что был подготовлен проект, чтобы вот навязать, мол, ну как такая сильная рекомендация на уровне Евросоюза, но произошла утечка информации, поднялся там... Успели. Успели, успели всё-таки это заблокировать, нашлись, ну, как бы разумно, трезво рассуждающие там люди и чиновники, которые заблокировали этот проект, и он не получил дальнейшего как бы развития. Но нападки всё равно есть. как с этим быть? Да, потому что тоже, когда я получаю праздничные поздравления из так называемых христианских стран некоторых или постхристианских, то там season's greetings, сезонные поздравления вместо Рождества. Короче говоря, на уровне уже некоторых многих стран западных это уже вошло, что нет, нельзя употреблять, упоминать Рождество, Пасха, это политнекорректные слова. Но что интересно, я помню, это было несколько лет тому назад, что я получил праздничные поздравления из турецкого посольства. поздравляют с Рождеством. Из Арабских Эмиратов, из посольства поздравляют с Рождеством. И просто видно, как это там всё у них идеология затуманила уже полностью, потому что они говорят, ну те, которые хотят убрать что ли Рождество и Пасху, вот эти само упоминания, говорят, да, это может обидеть там, оскорбить там инаковерующих. Инаковерующие мне присылают поздравления, они с уважением подходят к нашим традициям и нашей терминологии, скажем так, То есть, это получается такое лукавство и манипуляция. Манипуляция. Это идеология. Это ложная, я называю это тоталитарная идеология. Это как бы зародыши ростки такой идеологии, которая, она не имеет ничего общего с реальностью, и она, это дело времени, она развалится. А какие вам кажется страны сейчас можно назвать оплотом христианства, где все-таки еще сохраняются и держатся христианские традиции? Знаете, это очень сложный вопрос, потому что нет такой вот готовой одной страны, где христианство все в порядке. Все страны имеют свои проблемы. Конечно, мы можем смотреть статистики, что там сколько посещают храмы, участвуют в службе, идут к причастию, то, естественно, есть страны, где Польша, Словакия, Литва, по-моему, Хорватия тоже довольно довольно-таки большой процент или Мальта. Ну, православные еще христианские. Православные, ну, там, Кипр, там, Греция, возможно, я не знаю, какой процент в России, но дело в том, что, знаете, участие в воскресной службе это не единственный показатель. Надо смотреть тоже, какие показатели по разводам, сколько из тех, которые живут вместе, вступают в брак. По абортам. Церковные, да, по абортам, по противозачаточным средствам и тому подобное. Надо смотреть... По преступности. Да, 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 надо смотреть очень широкий спектр, и я бы сказал, что вот только когда мы сделаем там, по крайней мере, 10 показателей и вот эти статистики сравним, тогда посмотрим, сколько, насколько христианскими эти страны являются. Тема для диссертации. И порою, да, и порою может оказаться, что там, где внешне как бы участвуют много, а потом нет, как по-латышски говорится, нау реала сегума в жизни не подтверждается, в реальной жизни как бы это не дошло до их глубин сердца и до преобразования их реальной жизни. Вот мы сейчас разговариваем буквально накануне Рождества, и вы сказали такую фразу, что люди у нас не совсем плохие, то есть люди у нас хорошие, добрые, сердце у них открывается, и это очень показывает участие в благотворительных акциях. Мы сейчас хотим поблагодарить всех наших радиослушателей и читателей за прошлую неделю, за акцию прошлой недели, когда мы просили помощи для четырехлетней Миланьи, Малике, и было собрано почти в два раза, да, в два раза больше средств, чем ей было нужно на годовое лечение. На базовый курс. У девочки очень тяжелое генетическое заболевание, и собрано 6962 евро за неделю, было сделано 1205 благотворительных звонков по телефону 9300-6384, и теперь девочка сможет получить дополнительную терапию, а мама просто от мамы низкий поклон, потому что это любимый ребенок, который внезапно открылось это заболевание, и сейчас они учатся. Ну вот целый год мама может быть спокойна. Спасибо всем, это очень хорошее начало Рождества, мы считаем, и спросим нашего гостя о рождественском периоде. Как вы проведете рождественские дни? У вас всегда очень насыщенная программа? Да, ну перед Рождеством последняя неделя вот ваша программа не единственная, где я приглашен, там действительно есть же у нас официальные тоже поздравления епископов четырех конфессий, там это уже традиция, два раза в год приходят журналисты по три минутки, правда там, потом поздравления для радио, потом вот Ватиканское радио, тоже меня просили, чтобы им что-то там сказать и тому подобное, потом разные издания интервью просят, так что вот предпраздничное время, это время интервью и участие в разных программах, потом тоже наши вооруженные силы латвийские, они тоже обычно приглашают и просят, чтобы епископы четырех конфессий, чтобы какое-то слово там сказали, ну а уже в праздничные дни и предпраздничные, ну то это службы, то я обычно руковожу, провожу службу 24-го вечера в 18 в кафедральном соборе и 25-го в 11 тоже в кафедральном соборе святого Якова, ну и там трансляция в первом канале латвийского радио обычно. Вот сейчас есть такая точка зрения, что Рождество, самый светлый праздник и самый долгожданный праздник, его превращают очень часто и во многих странах в коммерциализированное такое предприятие, то есть там фестиваль покупок и так далее, и так далее. Рождественские скидки. Размывая смысл Рождества, что вы думаете об этом поводу и как вот милосердие в эти дни проявляется? Ну я думаю, что тут опять же нужно равновесие, потому что с одной стороны это конечно хорошо, это тоже доброе дело, если мы делаем подарки, не знаю, там всеми детям или там своим близким поздравляем, но только важно, чтобы это не занимало первое место в нашей жизни, чтобы это было сбалансировано. Система ценностей. Да, а то это белая горячка, там, что бегают только покупать, 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 и там чтобы не утерять действительно то, что самое существенное в этом празднике, чтобы найти возможность прийти в храм, участвовать в службе, помолиться, как бы поднять свое сердце вверх к Богу, к божественным вещам, и подумать о сути праздника, потому что суть праздника это, что рождается ребенок, в котором Бог приблизился к человеку, и поэтому ну давай-ка попытаемся как бы понять, что же это такое, и открыться на это пришествие Бога к нам, и что очень важно, я бы сказал, суть праздника это в том, чтобы Христос, чтобы Он родился в нас, ну таинственным образом, новым образом, чтобы это Божье присутствие наполнило нас, и тогда, когда делаем эти пожелания праздничные, то зачастую, ну вот по-латышски говорится, мир пил на святку, как бы желаем праздника, который преисполнен мира, но мира не того такого пассивного, а того мира, который приходит свыше, который является даром Божьим, который является той скалой, на которой можем стоять, и не дрогнуть, когда перед нами эти все вызовы, с которыми мы боремся. Наша программа подошла к концу, уже осталось две минуты буквально, мы вас попросим сейчас сказать какие-то, пожелать что-то канун Рождества, вот семье, о которой мы сегодня говорили, как им держаться, и нашим радиослушателям, которые тоже и волнуются, и переживают, и не понимают, как быть дальше, что-то такое, вот сказали очень много важных слов, но все-таки вот специально для наших радиослушателей. Ну, я призываю этот праздник провести в семейном кругу, посетить храм все-таки и вместе, и в семейном кругу, и в семейном кругу как бы воспользоваться той возможностью, что мы можем, не знаю, дома свою, ну, в кавычках, домашнюю литургию провести праздничную, прочитать фрагмент Библии о рождении Христа, помолиться, если мы верующие, то помолиться вместе и попросить Господи, приди со своим миром, приди со своим, укрепи мое сердце, избавь меня от неуверенности, от страха перед будущим, и я желаю, чтобы вы испытались, чтобы опытно как бы вот столкнулись с тем, что действительно этот мир приходит, и внутреннее какое-то спокойствие нас наполняет, да, поэтому я хочу желать действительно радостного праздника, радостного, такого мирного, ну, и чтобы у нас был такой светлый взгляд на будущее, что все-таки, если, как святой Павел говорит, если Бог с нами, то, кто против нас. Спасибо вам большое, вот на этих словах мы прощаемся до следующего вторника, напоминаем, что наш телефон 9306384, он работает и в праздники, и в будние дни, и круглосуточно. И информация для радиослушателей сегодня в 5 часов вечера нашим гостем эфира будет исполняющий обязанности пресс-службы патриарха всея Руси Кирилла Владимир Легойда. Включайте наше радио и продолжим такое вот душе светлую беседу. Спасибо. Спасибо. Всего доброго.